вот наконец-то в мастерской наш мотоцикл это это мотоцикл сейчас сами все увидите какой показывать это у нас являет положительно 46 года но точно это неизвестно это мы должны будем установить сейчас с вами так что-то в бардачках есть ничего о семечка есть это семечка 46 года мы ее положим в баночку и будем хранить второй бардачок вот здесь даже защелку кирочка осталось мы сама защелки нет тут ничего нету но и коррозии не видно не сгнившим ничего поехали дальше сверху знаю видно плохо но нам самим очень не терпится просмотреть эту находку вот его просто чудом спаслись металлолома продавец продал сам строитель вода строитель увлекается мототехникой более современной потому что это не просто старый экспонат как в ходу его уже не поиспользуешь вот пробег 2668 километров не 6 ну ладно и ободок сожалению разложился так переключатель 1 2 4 4 позиционный значит перед нами ранний образец более позднего будет трех позиционный кстати что интересно я еще раньше зубы то пробусь вот это у нас немецкая ручка еще какие-то надписи есть номер чем ручка немецкая что говорит нам о том что мотоцикл ранен не сам живой делец ставим легкие ручки вполне возможно что у нас 46 47 будем выяснять да бак конечно прекрасном состоянии но к сожалению пробки бака нет переключатель передач работает наверно работает очень сильно не хватает света ну вот видно смотрел снимай краник краник у нас ранний слитой слитым флажком попробую почистить поискать дату на кранике что интересно о немецкий насвечник bosch видно видно вот насвечник bosch у нас проводом тех времен свечка судя по всему свечка тоже но явно не советская либо что-то очень ранее скажи свечка заглянем сколько знаем о маховике должна быть дата мы ее там найдем на маховике маховик уже советский катек 6 вольт 15-17 ватт стрелочка дата таяния болтается так неплохо причем болтается коленвал сам а вот дату дату не видать да еще и трет чего то там видать остановился он не от хорошей жизни у нас еще фара осталась сейчас попробуем сфокусировать да видите как ремонтировали резину раньше все троса провода все оригинальное ну что интересно покажи привод троса спидометра он без какой-либо оплетки вот раньше не попадались но в печальном состоянии я считал что она просто была оторвана либо сгнила ну вот здесь мы видим что ничего здесь не тронуто резиночка здесь есть а оплетки никакой нету вот видны еще следы оцинковки барашек отломан но все вот хомутики все это есть проводочки хомутиками вот хомутиком даже между собой провода зажаты а вот это вот крепление дудки насколько я знаю к сожалению оно отломано дудку утеряли трос порванный о а это ручка кстати интересная о они алюминиевые это очень очень даже интересно попадали смещены москве 49-го года алюминиевые вот такие или они еще не попадались тросик газа двигается не заржавел прям чувствуется как внутри движется что тут ага даже отливки к МЗ нету на блоке тут же конечно надо будет мыть тогда все станет ясно педали крутятся а цепь вон в общем плохо с цепью все звенья заржавели вместе о вот это очень интересная штука попробую ее открыть это никогда не поверите что отсек для батареек вот именно для батареек рассказываю зачем он сделан остановились мы ночью на дороге аккумулятора нету никакого освещения у вас стояночного нет тут он приходит на помощь отсек с батарейками вот он питает сзади габаритик стояночный вот потому и четырехпозиционный переключатель четвертая позиция это вот стояночный свет потом мотоцикл модернизировали и эту функцию убрали вот так что то не очень хочет открываться интересно провода с двух сторон заходит барашечками такими интересными закручены сколько видно света очень мало ну нам просто очень не терпится все рассмотреть вот завтра я его уже при дневном свете качественно все сниму ну а благодаря магии кинематографа через пару минут вы уже и сами все сможете рассмотреть гораздо быстрее чем о кажется движется сломать не хочется и посмотреть охота сам по себе прокрутился что думаешь есть он там или нет она точнее или они батарейки точно уверен что есть а может там чекушка в честь праздников годовщины канала ехали так открутить так мы не смогли побоялись сломать поэтому аккуратненько сняли причем гаечки здесь на 9 на 9 все так просто вот еще держится ну к сожалению изоляция с проводов просто вот осыпалась от времени бараш 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 сушить тяжеленький есть у меня подозрение да увесистая штука оба смотри-ка ну вот сами видите грязь сдвинулась то есть вы точно так же впервые как и мы видим а там ого ну батарейкой это сложно наверное назвать ага с этой стороны я наверное уже не двигается да видите с годами это превратилось в какой-то кусок не пойми чего а это даже не надавливается видно вот я перекосила надавлением от разлагающейся батарейки совсем зажало бедняжку не открывается глуши мотор к сожалению окисление полное кстати интересно пружинка тоже покрашена в цвет отсека ну и всего мотоцикла цвет конечно прекрасно здесь вот где грязно особо хорошо сохранился солнышко сегодня не получилось вот так что но все таки мне кажется здесь будет лучше видно чем в помещении да и там сейчас машина стоит вообще с местом не очень вот интересные детали я всегда был уверен что они что оплетка с них слазит оказывается нет ее не было изначально большинство болтов хромированные видите хомутик который держит провода вместе столько интересных мелких деталей погоду вот погоду все очень неоднозначно куда мы только не заглядывали нигде даты кроме как на переднем колесе на резине точнее переднего колеса не нашли сейчас вам ее покажу ну вот вот так вот получается горшок фары тоже непростой не такой как поздний вот нижнее крепление внутри кто вникал в эту тему поймут возможно я повторяю с тем что было до этого но сейчас постараюсь вам все все показать шикарно шикарно краска сохранилась под маслом тут на гаечке не хватает к сожалению так ага вот это штучка ну-ка вот вам видно предположительно что у нас седьмой месяц сорок седьмой год дальше доробарщина но это лишь предположение может кто знает еще какие-то секретные места что здесь видите таблички нету но еще есть надежда что найдутся документы их ищут там много барахла в том месте где его нашли вот кстати номер двигателя по нему еще пока не пробивали ничего как карбюратор у нас советский здесь вот так вот на крышечке сейчас вам постараюсь показать вот видите ну-ка фокусируйся в общем когда будет разбираться лучше рассмотреть сидушка кожаная насколько я понял очень мягенькая изнаночная часть ее ну по ощущениям в общем все мягенько вот видите это кожа такого дермантина так то не было интересно рама окрашена в сборе с болтами остатки краски даже она из двух половинок состоит вот а эти те болты которые не хромированные я так понимаю что вороненые но это мы еще установим когда будем мыть его вот при дневном свете конечно видно насколько хорошо сохранилась краска и цировки заднее колесо нифигово так ударенное сейчас покажу а вон с той стороны видно кстати так резина начала трескаться я надеялся оставить резину но к сожалению годы взяли свое вот вот этот конкретный удар дождик начинает накопать надо быстренько прятаться видите трещина и вот еще квадратная я надеюсь исправим обод сохраним вот отлично видно как он покрашен так кстати вот посидушки вот отломанный кусок и там еще две пружины на кранике искали дату не нашли на кранике даты вот только смотрите что там видно вот может это и была дата но ее уже задавили ключом к сожалению открывайся здесь не закручено такой вот у нас уже советский генератор даты тоже не видать но опять же возможно там где-то на контактах на площадке не будет это будет потом я еще ничего не отмывал пока что он будет в таком виде и сколько прекрасно блестит алюминий на ручках ну в общем-то вот такая вот находка здесь вам понравилась Кстати, вот деревянная ручка, видно насколько она, да вот, видите колечки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Он лежал на боку и ребята уже стояли вот с болгаркой над ним, чтобы пилить для того, чтобы сдать металлолом. И он, говорит, практически из рук болгарку выдрал для того, чтобы спасти этот уникальный мотоцикл. Вот, благодаря этому человеку спасли киевлянин в таком прекрасном состоянии. Кстати, я в видео так не сказал, это модель, или сказал, неважно. Модель К1А. Дату мы смогли установить, предположительно, по передней покрышке, 47-й год. Ну, я считаю, что по состоянию комплектации, которая есть, это и есть, 47-й год. Вот, пока что не могу сказать, как скоро выйдут в следующее видео по этому мотоциклу, его реставрации. Реставрация планируется следующим образом. Покраска, безусловно, сохраняется, хром будет восстановлен, сидушка кожаная останется. Что еще? Ну, мотор, конечно, сделается, чтобы он работал. Колеса придется, там, где-то я вам показывал трещину, эту восстановить, ну, заварить. Спицы тоже восстановятся, частично заменятся. Вот, и планируется, что к ближайшей выставке мотоцикл будет показывать во всей красе.